Часть вторая. В этой части мы поговорим о том, какие файлы, какие папки, какие проекты существуют в решении, для чего они нужны, что с ними делать, как, кого и как называть, вообще их предназначение. Также поговорим, какие договоренности существуют в этом фреймворке, в этом шаблоне, который я предлагаю вашему вниманию. Итак, давайте переключимся в студию. Я запустил проект, ну и собственно говоря, давайте по порядку. То есть, первым делом, давайте познакомимся, что есть. Итак, у меня в solution, то есть в решении, на самом деле, 4 проекта. Первый и самый главный называется .core, в котором собраны все контракты, все Enum, все интерфейсы, которые используются во всех остальных проектах. Есть папка Exception. Я предпочитаю все Exception, как сказать, реализовывать в своем проекте самостоятельно. То есть, что это дает? Ну, например, есть у меня Exception, который называется Microservice Exception. Что это дает? Дает следующее. Если я получаю какое-то исключение, и оно не мое, то я точно знаю, что я где-то лоханулся. Если я получаю свое собственное исключение, то есть приписка Microservice, я получаю информацию о том, что я где-то это сделал специально. Ну, в общем-то, вы понимаете, зачем это сделано. В общем, для разграничения Exception, которые выдала система, и мои, я просто рекомендую использовать вот такой вот прием. Так, дальше. У нас есть в проекте так называемый AppData файл. Вы, в принципе, можете назвать его, как хотите, но в данном варианте это всего лишь набор констант, которые используются в всем проекте. В том числе, например, вот есть Exception константы, которые используются в... Ну, вот, как сказать там, как честовое сообщение вот к Exception. То есть, если вы захотите перевести на другой язык, достаточно открыть файл Exception, все перевести, и, собственно говоря, вы получите то, что хотели. Также есть сообщения, да, которые выдаются в процессе работы там, в приложении. Вот. Они, как бы, накоплены там за долгое время. Удаляются. Можете там все заново написать. В общем, суть не в этом. Также существует e-mail message, который сквозняком идет через все сообщения. Это, как бы, во всех проектах. Ну, в общем, я использую такой подход. И вот этот подход лежит, кстати, вот в этом, как его называют, проекте. Ну, и, собственно говоря, здесь некоторые экстеншены есть, которые там помогают. В общем, .NET Core проект содержит в себе некого образа такого, то есть, контракта, да, то есть, какое-то обобщение, которое, собственно говоря, очень удобно использовать и в других приложениях. И в других клиентах для этого вот системы. Дальше, следующим идет по важности .models. Собственно говоря, здесь собраны все основные сущности, и сюда будут вкладывать модели. Зачем это сделано? Я обычно выношу в отдельный проект только для того, чтобы можно было гораздо проще начать разработку для другого клиента, для другой платформы. Я делаю референс вот этих вот моделей, и, собственно говоря, я уже могу на другой платформе разрабатывать под эту систему. Таким же образом туда, в тот новый клиент могут упасть и Core, да, вот ему, или как там, назовете, неважно. В общем, здесь есть некоторые базовые базовости, если так можно выразиться, то есть, identity, да, который там, ID. Ну, я предпочитаю использовать GUID, потому что сходят споры, что использовать INT или LONG, INT или GUID. Ну, в общем, решение как бы одно, если у вас система не имеет никаких, так сказать, синхронизаций с другими системами, то лучше использовать INT. Ну, это проще. А если у вас большая система, большие синхронизации, большие объемы данных с разных таблиц, с разных датабейзов, в смысле баз данных, то рекомендуется использовать GUID, потому что он уникальный и не возникнет проблем при синхронизации. Я по умолчанию всегда беру GUID, ну, не очень удобно в некоторых случаях, но, тем не менее, вот, как бы, заложено, что это как часть микросервиса, о котором мы говорили. Ну, в общем, GUID, он, как бы, и в Африке будет. В общем, есть у меня некоторое количество вот интерфейсов и маленьких реализаций, да, то есть, я вот делаю обычное created, это и created by, ну, то есть, вот эта вот, так называемая, аудитабл сущность, и всегда сущность, которая создается, там, дальше в системе есть обработка, что она автоматически подставляет данные. Ну, в общем-то, следующая часть, это вот точка даты. Ну, как бы, здесь, как вы понимаете, лежит все, что связано непосредственно с базой данных. Здесь лежат, как они называются, там, конфигурации для модели, ну, например, вот у нас есть model log, вот как она выглядит, вот есть для нее конфигурация в режиме, там, fluid API, то есть, специальные, там, есть у меня настройки, я думаю, что вы поймете, что это такое, это несложно, да, то есть, есть какое-то обобщение, которое может, там, автоматически добавлять нужные штуки для обеспечения конфигурацией. Здесь я говорю, какая таблица log, в смысле, какое-то название таблицы используется, и добавляю еще нереализованные вот в этом вот методе, вот в этом классе property, ну, в смысле, настройки для сущностей. И, собственно говоря, возвращаясь к нашим баранам, есть конфигурации, сюда мы будем складывать конфигурации, есть миграции, которые мы создали в прошлом, чтобы, видео для запуска приложения, есть папка base, ну, собственно говоря, она содержит один файл, который имплементирует ту логику, о которой я сказал чуть-чуть ранее, а в частности, вот, есть такой метод, называется database save change, который вызывается на оверайдах save change, ну, базового метода, базового класса, который у меня identity.db.context в данном случае. Что это делает метод? Метод делает очень просто. Если у сущности есть created by, created at, updated by, updated at, ну, то она их заполняет датами, собственно говоря, и данными о том, кто это. То есть это обрабатывается автоматически для всех сущностей. Я, в общем-то, не имею такого правила смотреть, что там, чего, как подписывать. Она мне автоматически создается, записывается, в общем-то, все это вы увидите на демонстрации. Я всегда именую application.db.context, application.db.context, потому что это общепринятая практика на всех сайтах Microsoft в MSD. Ну, в общем-то, удобно искать и удобно знать, что это application.db.context. Собственно говоря, тут он наследник от db.context.base, который я указал ранее. И, собственно говоря, здесь вот у меня есть логи и профиль. Профиль пользователя, ну, собственно говоря, он тоже где-то есть. Я вот только не помню где, но не важно. А, ну вот же он, user profile. Ой, application user. Да нет. А, user profile – это отдельная сущность, которая, собственно говоря, вот, с привязки к application user, ну, то есть расширяет функциональные возможности application user. Я предпочитаю дополнительные свойства выносить в отдельную сущность, ну, чтобы, блин, чтобы, чтобы, чтобы было, да. Ну, и, собственно говоря, здесь есть некоторые реализации для имплементации, для реализации identity, сущность identity функций, вот, поэтому мы о них потом поговорим позже. Ну, и, собственно говоря, последний, но самый важный модуль, который называется .web, там, не важно, как он у вас назовется, если вы возьмете создавать свой. И здесь, ну вот, постараюсь кратко, у меня еще буквально там 10 минут, постараюсь кратко. Итак, в папке application start содержатся все файлы и все конфигурации. Давайте я вам с самого начала покажу. То есть у вас, если вы создадите голое приложение на базе .NET Core, у вас будет файл startup, в котором будет много-много всякой всячины. Ну, вот я делаю его обычно красивым таким, вынося все, весь нужный функционал в отдельные, так называемые, файлы конфигурации. Ну, собственно говоря, вот configuration base, вот он он, и в нем есть вот все, что нужно для настройки. То есть базовых там понятий, да, которые там identity подключается, MVC включается, подключаются опции, в общем-то конфигурируется identity option, тут включается unit of work, automapper, ну, в общем, такие базовые понятия, да. Есть конфигуратор для swagger, swagger тот, который вы видели зелененький такой, с UI-чиком. Вот, здесь все для swagger, то есть все identity, все настройки. Мне кажется, это очень удобно. Есть настройки course. Ну, собственно говоря, вы прочитайте, что такое course. У меня здесь политика разрешена все и всем, ну, ибо это микросервис, в локальной сети там можно все всем открыть, если у вас общий доступный ресурс, там другие настройки будут. Дальше. Есть такой email kit, ну, в общем-то, мыло отправлять, по идее, важны все сервисы. Тут, как бы, вот я тот самый email сервис добавляю. Ну, я имею в виду, чтобы вы поняли принцип, для чего вообще это нужно. Ну, мне кажется, очень удобно и наглядно. Дальше вот dependency container, который, на самом деле, я считаю, там, как бы, одним из важных. У меня это, на самом деле, такой общий класс. Сейчас я вам покажу, где он находится. Вот. У меня папка infrastructure, мы к ней вернемся позже. В папке dependency injection есть все, что связано вот с настройками. То есть, есть общие регистрации, есть там какие-то специальные регистрации. Ну, и, собственно говоря, вот это вот все вот показано. Ну, то есть, я сразу, тут у меня видно, что, в какой последовательности и для чего регистрируется. Теперь дальше, что касается вот application start, еще раз к ней вернемся, да. Здесь есть все для того, чтобы приложение стартануло. Ну, собственно говоря, вот конфигурация, которую я показал. Дальше идет вот identity server config. Config, не знаю, как вам удобнее. Здесь некоторые понятия задаются. Оно где-то там дальше глубже используется. Есть mapper configuration. Я использую автоматическую регистрацию на основании рефлексии. Ну, это на самом деле удобно. Ну, и здесь как бы создаются мапы, то есть, так сказать, маршруты по умолчанию. Вот. Что касается папки application app start, закончили. Дальше. У нас есть большая папка controllers. Как вы понимаете, здесь лежит все, что называется контроллеры. То есть, то, что имеет выход наружу. То, куда пользователи должны видеть. Дальше. Есть у меня папка extension, которая содержит некоторое количество разрешения, в смысле, расширения для некоторых типов сущностей. Ну, как то, например, data time. Есть у меня там возможность получить каждый день из диапазона. Ну, в общем-то, вы их можете сами открыть, посмотреть. Вот. Экстеншены. Это экстеншены. Она самая такая достаточная для себя часть. Мы ее опускаем. Есть middleware папка, которая содержит все дополнения, которые написал. Там вот error handler, который позволяет все ошибки, допустим, которые появляются, не глотать там internal error, а выводить их наружу, показывать пользователю, чтобы в swagger они были видны, и сразу можно было принять решение о том, куда, в какой файл идти дальше. Есть у меня так называемый e-tag. Это специальный хедер, который выдается серверам на response для того, чтобы там реорганизовать хеширование, кеширование. В принципе, вы это можете использовать либо нет, но если, допустим, ваш сервис будет общего пользования, то это было бы удобно другим разработчикам. В общем, об этом не важно. Дальше. Файл программ, как вы знаете, он запускает приложение. Собственно говоря, я использую тот самый стартап. Ну и самая главная папка инфраструкция. На ней немножко подольше остановимся, и я вам расскажу, что здесь про чем. Ну, собственно говоря, начну с ней. Туда есть вью-модулы. Собственно говоря, вью-модулы это то, ну или DTO, если хотите. В общем-то, по-разному их называют. Вообще, правильный вариант называть DTO, потому что это data transfer object, object, который как раз выдает наружу мои данные, мои сообщения, мои объекты, которые я использую внутри. Общественная практика, ну, никогда, безопасности опять же, никогда не выдавать реальные сущности наружу. Всегда проваливать их или прокатывать через вью-модулы или так называемые DTO. Почему вью-модулы? Ну, во-первых, если речь идет о UI, то на UI как раз нужно вот эти вью-модулы создать с UI, чтобы они прилетели ко мне в методы сервиса. Если используется микросервисная архитектура, то есть сервисы общаются между собой, то там никаких вью-модулов, соответственно, не существует, поэтому DTO. Но framework разрабатывался там не один день, поэтому как бы изначально это все начиналось со словом view-модулы, и, в общем-то, переделывать было уже поздно, ну, в общем, очень много менять, поэтому менять вью-модулы, хотя правильно было бы назвать это DTO, то есть data transfer object. Ну, и еще сокращение, которое мне показывает R-sharper, она говорит неправильно, звучит некрасиво, написанная коряво, D большая, в общем, бог с ним, вью-модулы и вью-модулы. Мы их будем складывать в эту папку, они у нас привязаны к контроллером, ну, вот так вот обособлены в папке infrastructure. Дальше, следующая папка валидаторы, ну, хотя давайте нет, давайте сначала по порядку. Ну, в общем-то, атрибуты, понятно, да, то есть есть какие-то специальные атрибуты, которые там помогают работать в системе, вот они будут складываться в эту папку, они здесь уже некоторые есть, например, для слагера формы, там есть специальные варианты, там отображение, с этим мы разберемся. В папке аутентификации лежит все, что связано с авторизацией, аутентификацией пользователя. Настройка policy, там client helper, мы тоже об этом позже поговорим. Dependency injection мы уже познакомились, когда описывали application start. В общем, все dependency, все в этом injection, то есть в этой папке, да. Дальше, helper тоже, я думаю, понятно, что тут всякие помощники, которые позволяют реализовать определенный функционал. Ну и query params, вот папка сервисы, да, теперь папка сервисы, это то, что помогает, это то, что помогает, вот если вы смотрели мое видео с технологией, описанной в одном из архитектур построения приложения, то, собственно говоря, вот как раз вот сервисы, они лежат сквозняком в системе, и здесь вот они в отдельную папку вынесены. Также есть папка factories, helpers, ой, извиняюсь, factories, managers, давайте я вот так вот открою, валидаторы, factories, managers и query params. Вот, они, вот эти папки, они обобщенные, они в смысле не обобщенные, как сказать-то правильно. Так, давайте еще секундочку остановимся на маппер. У мапперы мы знакомы, есть nugget пакет, который называется automapper, для того, чтобы он работал правильно, здесь вот лежат так называемые маппинги, да, то есть, что на какую сущность отдавать, маппить и по каким правилам. Так вот, в папке controllers есть папка base, в которой существуют определенные, определенные, уже готовые, как бы, контроллеры, которые являются базовым, которые, наследники, чего можно использовать. Давайте я по ним прибегусь, и тогда станет понятно, что такое factories, managers и query params и validators. Смотрите, есть один базовый контроллер, который наследник, это, то есть, отправная точка всех контроллеров, он наследник от базового контроллера, который принадлежит MBC, вот, и единственное, что он делает, он не вводит наружу никаких экшенов, но он все реквесты, все, то есть, респонзы, оборачивает Operation Result. Где-то есть у меня там видео или на сайте, в блоге есть описание, что это такое, как это работает, по какому принципу, ну, в общем, по большому счету, это врапер, который выдает наружу всегда обернутый в Operation Result результат. Это как раз одна из первых договоренностей, которые упрощают разработку UI-интерфейса. Дальше, следующим от него наследником, как вы видите, есть Unit of Work. И эта иерархия говорит о том, что у меня Unit of Work контроллер всегда возвращает обернутый в Result. Ну и, собственно говоря, в этом Unit of Work контроллере уже есть реализация Unit of Work в данном варианте. Вот у меня есть проброс настроек, которые лежат в папке Current App Settings, ну, просто вот так называют, и все. И сюда же подключен Account Service, один из тех папки сервисов, который позволяет проверить пользователя, там в дальнейшем это будет делаться. Ну и, в общем-то, есть публичные Protected свойства, которые доступны в наследниках. В общем, единственное, что этот контроллер делает, он сюда, ой, этот тип контроллер, да, он абстрактный, который сюда пробрасывает как раз информацию по Unit of Work, ну и позволяет логировать некоторые там данные, да. Дальше, следующим идет Read Only. Вот он наследник от Unit of Work. Собственно говоря, здесь уже реализованы методы GetById и метод GetPage. Где-то тут сейчас вот найду, да. То есть, если вы возьмете какую-то сущность, создадите и унаследуетесь от этого контроллера, у вас по умолчанию появится возможность GetById, GetPaged, то есть буквально там автоматом я покажу в дальнейших видео. Помимо этого сюда включены еще некоторые специфические там возможности, которые там позволяют валилировать парамсы, проверять пользователя, быть уверенным, что пользователь у нас не вор и там не пытается сломать, применить настройки по умолчанию, ну, в общем, такой вот базовый контроллер. Дальше от него, от этого базового контроллера есть наследник, который называется WritableController. Вот этот наследник. То есть здесь уже помимо того, что существует в базовом контроллере, добавляется дополнительный, то есть вот Post, да, позволяет сохранять базу данных, позволяет Put, то есть обновить данные, собственно говоря, и Delete, ну и к тем, короче, которые есть ById и Paged, он позволяет добавить функционал, то есть полноценный крут. Так вот, если касаться, допустим, метода Post, ну, во-первых, обратите внимание, что вот WritableController уже принимает CreateUmodel и TCreateUpdateUmodel, помимо Entity и Veriparant, который запрашивается для реализации. Так вот, вот в этом, допустим, PostUmodel есть такая хитрая штука, называется EntityManager. Вот, собственно говоря, это папка Managers, вот, которую вы видите. Здесь складываются все менеджеры каждой сущности. Итак, вторая договоренность. У каждой сущности есть свой собственный контроллер, и у каждой сущности есть дополнительные классы, которые позволяют расширить функционал этой сущности. Ну, например, есть менеджер. Если у нас есть сущность Lock, то у нас должна быть сущность, использующая Writable, должна менеджер быть, то есть LockManager. А в этой LockManager, давайте я вам покажу, что это такое. Вот он базовый, вот он менеджер. То есть здесь есть вся информация, которая позволяет расширить функционал на определенном этапе. То есть я могу проверить до сохранения, до маппинга, после, при совставке или, допустим, при обновлении. Это вот очень сильно расширяемое поведение может практически решить любую задачу. То есть менеджеры содержат информацию про сущности, которые могут управлять конкретной сущностью. LockManager может управлять логами. Допустим, HotelManager может управлять HotelManager. И, в общем-то, вот в методе POST, во-первых, все заворачивается в транзакции, можно не бояться. И вот этот менеджер в данном варианте. У него внутри есть мапперы, собственно говоря, это одно из управленческих штук, которые внутри него содержатся. Я не буду сейчас вам голову забивать, но тем не менее. Ключевой момент. Есть менеджер у сущности, у каждой, которая должна иметь CRUD. У RIT он для сущности CRUD не обязательно, поэтому менеджеры не нужны. Дальше. У каждой сущности есть свой валидатор. Вот папка валидатор. Например, есть блок валидатор. Это наследник от базового класса, а в нем, как вы видите, всякие разные штуки, которые позволяют на этапе, в данном варианте, вот где тут у нас, валидатор. Вот, сейчас секундочку найду. При изменении каких-то действий мы можем в валидатор накидать условия, ну в смысле ошибки. То есть, мы сделаем какие-то действия вот в этом методе, и если там какие-то ошибки появились, мы их добавляем в валидатор. И при обработке запроса валидатор проверит, нужно ли остановить обработку дальнейшую, если да, выдать вот эти ошибки наружу. Мне кажется, на самом деле, это очень удобно. Ну, во-первых, это оправдало все вот эти вот решения, но, во-вторых, на самом деле, дает много плюсов. Собственно говоря, вот этот самый validate rule, то есть правило доступа к сущности где-то там в главном базовом методе. Ну и опять же, если мы там проверяли, накидали в валидатор ошибок, он проверит, что нужно, и, собственно говоря, вот тут вот выкинется наружу информация о том, что она вторая из экземпшен. Дальше, у нас есть специальный тип валидатора, который позволяет проверить валидаторы. Ну, в общем, с валидаторами можно очень много всяких вкусностей сделать. И, собственно говоря, здесь они делаются. Так, дальше, помимо того, что у нас есть вот папка, мы поговорили в валидатор, мы поговорили в папку менеджер, у нас еще папка факторис есть. Так, фишка вот какая. У нас есть метод post, и для того, чтобы туда опустился, ну, то есть, viewModel какой-то, чтобы мы сохранили, этот viewModel можно получить из специального метода, который называется gateCreateViewModel. Так вот, этот gateCreateViewModel выдается из entity менеджера при помощи viewModelFactory. Вот как раз про factory мы поговорили уже, да, то есть, мы сейчас проникываем, вернее. Factory позволяет создать для сущности viewModel, наполнить его предварительными данными, отдать наружу, ну, то есть, вот на этот метод, заполнив, до заполнив который, пользователь может закинуть его в пост, и она автоматически проработает. Такой же метод существует для апдейта, да, то есть, если мы сущность какую-то на редактирование выдаем, в данном варианте, вот, gateUpdateViewModel, то есть, мы его получаем из базы, маппим, еще секундочку, маппим, и отдаем наружу. Пользователь его редактирует, закидывает его сюда, в метод post, и он автоматически пробегает во всем нужным валидаторам, там, во всем нужным этим, ну, в общем-то, с вектором, я думаю, тоже понятно, да. Итак, менеджеры, и осталось queryParam. Собственно говоря, это такой дополнительный параметр, который реализован в этом месте. Ну, вот, writeable контроллеров у меня еще нет, мы с вами потом попозже их сделаем. В общем-то, суть в чем? QueryParam.base это файл, который вшит в queryParam.unit.work, в котором существует три свойства. PageIns, Index, PageSize и Search. Ну, то есть, вот, если я делаю стандартный PageIndex, PageSize, это нужно для того, чтобы выдавать Page3, как вы понимаете, я использую стандартный queryParam при создании контроллера. Я все это потом покажу обязательно. Если мне нужны дополнительные параметры, я делаю наследник от queryParam, добавляю новый контроллер, в смысле, новый метод, ой, новые свойства, извиняюсь, и при создании нового writeable контроллера, наследника от этого контроллера, я использую тот самый queryParam, и, соответственно, у меня во всех мне нужных местах, во всех валидациях уже провалится новый queryParam с нужными мне параметрами. Это удобно, я покажу, как это работает. Думаю, что, наверное, пока все, я уже и так зашел за лимит, хотя еще можно рассказывать и рассказывать. Давайте сделаем так, если будут вопросы, пишите к видео, комментарии, я отвечу или новым видео, или прямо напису в комментарии. В общем-то, мы, наверное, все, наверное, это все. Все, большое спасибо, пожалуйста, спрашивайте, мне очень интересно отвечать на вопросы, и очень вас прошу, если вам не жалко, поставьте лайк. Ну так, просто все просят, я попрошу. Всего доброго, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok